Спасибо Марина Саша, доброе утро дорогие телезрители. Сейчас мы находимся в самой интимной зоне художника в его мастерской. А у кого? А у того, у кого 14 октября открывается выставка работ с, опять же, таким, не хочется говорить интимным, каким-то вот таким домашним, загадочным, мистичным названием Сергей Форостовский сейчас прямо из Китая в прямом эфире рубрики «Внутренний кофе с Багдена». Приглашает на выставку и рассказывает, какие работы будут выставлены. Ну, на предмет интимы ты, конечно, погорячился, я бы поправился, что мы находимся на кухне у художника, потому что мастерская – это святая святых. И на самом деле, 14 октября в Доме художника открывается выставка под названием «Дневник одного художника». Почему такое название, я могу сказать. С одной стороны, это у меня выставка юбилейная, это срез за последние 20 лет моей работы. Разные страны, разные впечатления. С другой стороны, у Сальвадора Дали есть книга «Дневник одного гения». Поэтому я бы хотел поиронизировать над собой и выглядеть не очень серьезным на этой выставке. Поэтому и выставка у меня называется «Дневник одного художника». Отсылка как раз к Дали. Да, Сергей, мне кажется, что кухня – тоже интимное место нашего земляка. Вот где можно еще выплеснуть все, что накопилось, все, что зиждется и все, что хочет стать каким-то произведением, которое несет радость, которое несет мысль, которое, например, радует зрителя, либо огорчает, либо его уводит в мир фантазий художника. Художник делится, на самом деле, своим миром. Давайте нашим зрителям покажем некоторые работы, которые будут представлены. Вот эта серия у меня желтая, это у меня работа, на самом деле, не Китай, это у меня Вьетнам. Я путешествовал по Меконгу, по Древней реке. И вот эти две желтые работы – это как раз и серии по Меконгу. Кроме этого, у меня есть еще серия по Тибету, будет представлена на выставке. Это из восточных моих впечатлений. Вот синий Тибет у меня, потому что я был в Тибете. И после посещения Тибета я написал целую серию, 40 работ. Потом я их показывал от Владивостока до Санкт-Петербурга. Но вы вот в Тибет ездили, вы прям вот выбирали какую-то площадку, установили, видели по памяти, потом приходили в мастерскую. Я фотографировал, с другой стороны, я делал маленькие-маленькие такие этюды для впечатлений, потом уже соединял фотографию с живописью. Поэтому у меня, как бы, с одной стороны, такая кинематографичная, как ты сказал, история в картинах, с другой стороны, погружение в ретро, погружение в память. Ну и, как бы, такой вот, опять же, срез дневник одного художника. Продолжим знакомиться с работами Сергея в следующем включении. Марина, Саша, вам слово.